всем привет из красноярска меня зовут ольга и я нахожусь на николаевской сопки здесь смотровая площадка здесь рядом экопарк гремячая грива кстати сейчас я туда захожу тропа гремячая сопка вот сейчас покажу как выглядит город с высоты почти двух километров и немного прогуляемся по на природе сегодня погода конечно подкачала я хотела сначала поснимать город дождь не обещали потом обещали с обеда он пошел с утра я опять промочила ноги в общем пока они закончатся обещали это в три часа он закончится можно будет нормально поехать поснимать город вот это экотропа гремячая грива сама остановка экопарк она немножко поближе поближе городу это уже конечная как это академия биатлона это академии биатлона от остановки нужно еще пройти примерно два километра в горку чтобы попасть вот сюда да мне всегда не везет с природными парками потому что первый раз на столбах лил дождь когда я была и вот сейчас тоже прошел дождь все мокрая всю дорогу размыло я пока он поднималась на хунух на хунух сопку увидела тропинку она прошла потому что в дорожка-то идет на так и возведевство а та дорога прямо напрямик но поскольку это все в гору я решила не рисковать потому что вот так скользко мокро подскользнешься упадешь будешь лежать никто не увидит здесь почему-то тоже все обтянуто колючей проволокой это очень странно не очень хорошо ладно сейчас немножко пройдусь потом покажу там покажу смотровую площадку это улица биатлонная когда читала описание как сюда добраться написано что ориентир биатлонная 25 и можно подумать что биатлонная 20 это где-то возле остановки но ничего подобного биатлонная 25 уже на вершине сопки так там похоже все закрыто или что у нас тут как-то не очень пока привлекательно надо будет заехать в парк отдельно говорят там очень неплохо это николаевская сопка как пишут она имеет вулканическое происхождение но у нее нет кратера так тут нам делать нечего пойдем обратно у нее нет кратера и когда она извергалась то лава стекала через расщелины в склонах это вот самый большой в стране флаг и флагшток которым очень гордился бывший губернатор уз что-то видимо на ремонте какие-то объекты есть но непонятно как это все работает забронировать беседку сегодня вроде рабочие сегодня вроде рода должно работать что-то не работает ладно пойдем смотреть смотровую площадку не зря же я два километра карабкалась гору здесь подъем довольно крутой нам стоят знаки на это вот который дорожный с уклоном на 1 написано 5 потом чуть повыше написано 10 потом знаки пропали на думаю последний участок там будет все могли бы ставить все 15 а то и больше флаг так медленно развивается красиво написано же здесь экотропах но никакой экотропы здесь не видно только бы опять не начался дождь да мне сегодня определенно не везет ну что делать у нас так цвета была прекрасная погода вот август немного подкачал бывает спускаться обратно будет уже легче и это радует флаг так шумит сюда обычно сюда все приезжают на машине у меня проехала наверное штук 15 но я встретила двоих идущих вниз значит я не одна такая кто-то еще рискнул забираться сюда пешком вот он ладно идем смотреть площадку она открылась в двадцать первом году есть говорят было такое жуткое столпотворение и сразу было много и восторгов и много критики приезжал даже самый знаменитый блогер варламов тоже все раскритиковал потому что всего один туалет это он внизу они здесь и что не мало мусорок но это организаторы легко объяснили сказали что нечего тут торчать полдня поглазил сделок красивые снимки все езжай домой а мусорок мало чтобы в них не лазили дикие звери сюда видимо приходят дикие звери не знаю но в заповедник в столбы и там говорят что бывает можно встретить даже хищников такая штуковина здесь там скамеечки наверху здесь такой ветер очень сильный вот это вот город сопки николаевской там видимо академия биатлона тут есть жилые дома очень симпатичные живут люди улица называется биатлонная она начинается вон там он где вот такие красивые домики и заканчивается прямо у вот на вершине сопки как раз то самое сам номер двадцать пять в общем сюда вот можно приехать сфотографироваться и короче это сразу отчаливать потому что нечего загромождать и ничего вообще здесь делать так долго можно тут вон сколько ступенек можно долго ходить смотреть дышать воздухом если конечно чище чем внизу немножко неуютно от всего этого конечно все в тумане вот сейчас показалось что вроде погода расходится ну кажется опять дождик собирается вот такая площадка на фотографиях это все было как-то больше но я в принципе не жалею что я пришла потому что когда еще получится вот так прийти ну в общем вот такой красивый вид на сегодня все всем спасибо всем пока